Располагайтесь, суд идет. На больших экранах все, что происходит в соседнем зале заседаний. С нововведением кассационного суда родственники и свидетели стали незримыми участниками всех открытых заседаний. Теперь они могут видеть реакцию зала, исца и ответчика, наблюдать за работой адвокатов. Кроме этого, можно посмотреть из архива записи прошлых судебных дел. Судебная система становится более открытой. К примеру, теперь у нас на первом этаже и в информационных справочных других судов без всяких вопросов и регистрации можно получить информацию о дате и месте проведения судебного заседания, узнать, на какой стадии рассмотрения находится дело и у какого судьи. Наблюдать за открытыми судебными заседаниями стало возможно после принятия нового пакета законов о суде. Ну а чтобы у подрастающего поколения сложилось правильное представление о судебно-правовой системе страны, с сегодняшнего дня здесь будут проводиться практические занятия для школьников. Первый урок запланирован уже на сегодня. На практических занятиях ребята узнают, что такое суд, кто у нас судьи, как проводятся судебные заседания. Также будут даны общие знания, в каких ситуациях нужно обращаться в тот или иной суд. Харлен Чимек, как будущий лектор, говорит, что практические занятия будут организованы не только для школьников, но и для представителей организации и частных лиц. В общем, для всех желающих понять основы правовой системы государства. В практических занятиях также будет участвовать преподаватель по праву. С нашей стороны мы обеспечим оборудованием и материалами и выделим своего лектора, который ознакомит с судебной системой, расскажет о первичном и касационном суде, какие вопросы решает надзорный суд. Особое внимание будет уделено уголовному, гражданскому и административному судам, их сфере деятельности. Во время трансляции открытых слушаний учащимся будут даны пояснения по проходящему процессу. В дальнейшем к системе прямой трансляции судебных заседаний намерены перейти и другие судебные залы. Ну а пока юристы могут похвастаться еще одним уже открытым ресурсом – электронным фондом судебных решений. В нем хранятся данные о процессах после 2011 года. На сегодняшний день более 66 тысяч дел. И по словам специалистов, ежегодно этот список будет пополняться еще примерно на 30-40 тысяч дел. На электронный сайт судебного решения можно зайти через Facebook, Twitter или YouTube.